В Иловайске налаживается мирная жизнь. В пятницу 7 августа после почти годового перерыва в городе Железнодорожников открылся супермаркет. На том же месте, но под другой маркой. Вместо АТБ теперь Первый Республиканский. К слову, Иловайский магазин стал 28-м в республиканской сети. Сегодня у нас очень большой праздник в городе. Открывается Первый Республиканский супермаркет. Товары для населения по фиксированной цене, что в свою очередь собьет социальную напряженность. То есть нерадивые, нечистые на руку предприниматели уже не смогут нам диктовать свои условия. То есть я прошелся сейчас по магазину. Здесь очень большой ассортимент даже того же социального хлеба. То есть начиная от 2,50 и кончая по 4,40, если я не ошибаюсь. Полки супермаркета плотно заставлены товаром. В день открытия ассортимент насчитывает 8 тысяч наименований. И ни одна из представленных позиций, кажется, не остается без внимания покупателей. Хотя товар преимущественно новый для иловойчан – российский. Из старого доброго товара практически с Украины у нас ничего не осталось. Представлен отечественный производитель хлеб. Наш Донецкий Геркулес – молочная продукция. Остальные все товары – это товары российских производителей. Овощи – это наши фермеры, которые выращивают помидоры, картофель. Ну, а экзотические цитрусовые – это, конечно, братья-турки помогают нам. Константин Устименко работал в супермаркете и до войны. К открытию магазина после длительного перерыва готовился вместе с коллективом тщательно. Коллективно 50% у нас остался старой закалки из работников АТБ. Конечно, жаль, что не все смогли оказаться здесь. Некоторые получили ранения в ходе операции военной украинской против нас. Некоторые покинули территорию, вынуждены были искать место нового проживания. Но молодые пришли на смену им, быстро прошли обучение. Поэтому прилаживаются все усилия максимальные к качественному обслуживанию покупателей, чтобы они вспомнили, как это обслуживание по-настоящему. В прошлом году, в этот день, 7 августа, началось наступление ВСУ на Иловайск, и город засыпали снарядами. Сегодня самое громкое, что нарушает тишину в городе железнодорожников, это звук лопнувшего воздушного шарика на празднике открытия сугубо мирного объекта. И так будет теперь всегда. Теперь мы вот в такие дни, мы будем показывать людям, что мы живем в мирной жизни и настроены на процветание.